Профессор С вами Ну а вы блогер? По моему, да? Что-то я вас видел Возможно А сейчас стримите, нет? Не скажу Ну не говорите, может вопросы какие у вас есть интересные Возможно есть Так задайте Один интересный вопрос Я вас слушаю Как у вас дела? Одно закрыл за отсутствием состава Другое за отсутствием события Остальные подшиваю А у вас? У меня все как по плану Все хорошо Ну я рад за вас Это не может не радовать Все верно Это хорошо Еще какие-нибудь вопросы имеете? Конечно, конечно Что делаете? Вот тоже что и вы по рулетке хожу А вообще по жизни? А жизнь? Ну я на пенсии сейчас Вот С прошлого С позапрошлого года А вообще работала в образовательной сфере Это не интересные вопросы Если вы на самом деле Если вы на самом деле стримите Ну что-то я вам Нет, на самом деле Я не стримлю Просто чисто личный интерес Очень круто, что Человек в таком возрасте Имеет такие оборудования Ну Просто я тоже Был в прошлом Так скажем Стримером Да И Просто интересно Ничего себе И как ваш канал Как ваш канал назывался или называется? Ну Пустим эти подробности Я думаю, что Да Никто не знал этого канала Здорово вы рекламируете Потому что вы его так рекламируете Не, не Ну хорошо, ладно Мой канал был в узких кругах Так скажем Можно войти в ваш узкий круг? Или нет? Пожалуйста Ну так Надо Это и говорю Да Это здорово Что Да, называйте канал Я войду в ваш узкий круг Канал А его нет А его нет Так Нет Потому что я и говорю Что В наш узкий круг В наш узкий круг Не каждый попадал И Высоцкий так пел Хоть Именно Согласен Про Высоцкого Это вы точно подметили Ну окей Ладно Еще Может какие вопросы У вас есть? Как вы вообще Так достигли Таких вот Знаний? Я имею ввиду в плане Стриминга и так далее Ну а вы А вы Как достигли? Нет Не я А вы То есть Вы вроде Человек в возрасте Да И уже Понимаете И разбираетесь во всей Современной Ну если в возрасте Что значит Глупее чем не в возрасте Что я не понял Или что вы видите? Вот Я про это и говорю Это супер Это очень похвально даже Ну я не считаю Что человек в возрасте Глупее Извиняюсь Может я сам на стриме Вы же не знаете Поэтому я возраст свой не афиширую Тем более не исключено что мой возраст оценивается вообще трехзначной цифрой Защитный рефлекс Числом Я все понимаю Защитный рефлекс Теоретически Все верно Это все Прорабатывается В голове Ну да Ну Это здорово А вы откуда Хотя бы Страна Территориальная Да я вам город скажу Город Торонто А вы из Костромы Правильно? Да Все верно Точно так Ну окей Я вас понял Служивший И служу сейчас до сих пор А где? В полиции или где? В МЧС А в МЧС Точно так Спасаю людей Ну понятно Достойно Достойно Ну хорошо В Торонто Я хотел переехать в Канаду Тогда Я учился В УЗИ Чтобы Так скажем По отмену Переехать в Канаду Ну Тогда не срослось И не Ну понятно Не получилось у меня в общем Вот Ну Торонто Сошли Да Задавайте А чем Чем занимаетесь вообще? Я шоу уже ответил На пенсии я уже Нет Я имею ввиду вообще Канал О какой В сфере А канал о чем? Да Да История Юриспруденция История футбола Железная дорога И Наука Как то Как то очень обшивно Как то очень обшивно У меня разнообразно канал У меня три образования Поэтому каналы разнообразны Касательно каждого образования беседы И у меня хорошая память Я заметил Что Мозг Хорошо Работает Я понял Все Хорошо Жду вас на канале Всех благ Что А я не сумел Производную Взять И мне Подогонать И сказали Шоу ты Какие вопросы у тебя Ну я ж не знаю на какие темы ты беседуешь Обозначь темы Не знаю Придумай что нибудь А Ну хорошо Что ты думаешь о коллизии права статьи 115 и 119 в криминальном кодексе Украины Ну Ну Прямо Ну процитирую статьи сначала Ну Набери Это значит 115 убийства А 119 неосторожное убийство если по-русски А в чем коллизия А в том то коллизия что на постсоветском пространстве в том числе в Казахстане начиная с 90-х приняли европейскую норму когда убийство может иметь только умысел то есть субъективная часть состава должна иметь обязательно умысел а про СССР было понятие неосторожное убийство так все страны приняли а Украина почему то забыла убрать и перемешать Эту статью так оставила неосторожное убийство хотя в российском кодексе и у вас наверняка статью неосторожное убийство заменили на причинение смерти по неосторожности Ну это то же самое Ну вот то же самое но юридическим языком это коллизия права называется Нельзя называть убийством деяние при отсутствии умысла то есть при наличии неосторожности Ну смотри ты шел короче споткнулся и впереди бабушку еще задела это неосторожное убийство она умерла там споткнулась это неосторожное убийство это другая статья это неумышленное убийство Вот при СССР это было неосторожное убийство статья называлась а сейчас это называется причинение смерти по неосторожности Ну это то же самое Нет я тебе говорю что убийство это не отнюдь это 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 причинение смерти сколько будет 25 квадрате 225 ты со мной хочешь принять неправильно неправильно 625 молодец я тебя уверен проверь ты если хочешь со мной посоветоваться в эрудиции то давай наверняка проезжали страниц умальты лава летто или в нулевой степени не правильного лава лета проверить проверяй проверяй по губерт столица майте по гугли лава лет то будет 33 в нулевой степени неправильно потом погоглишь что убийства про просто будут валетта ну на разных языках по-разному 3 нулево 3 в нулевой степени 3 в нулевой степени на 0 ответ неправильный правильный ответ бесконечность 1 в бесконечности стремится к единице скорее всего да 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 а производная а производная 3x кубе производная 3x в кубе производная да по dx 9x квадрат в этом молодец вот за это респект а форму а формула бертолетовой соли ну дома но слышал такое понятие бертолетовая соль в спичках она ранее использовалась сейчас у них на некоторые фирмы используют сумма квадратов катетов равна квадрата гипотенозе почему равен синус угла синус угла отношения противолежащего катета гипотенозе ну неплохо неплохо ну так я же говорю это что я хорошо старик столица шри-ланки усложняем я не помню уже я помню что там четыре буквы славит в названии четыре там до хера букв штук 12 столица марокко марокко я не помню что их рельеф тюнштейна ваду вадуц а столица австралии камбера неплохо неплохо столица штата нью-йорк у прятом есть столица ну скорее всего вашингтон вообще не штат нью-йорк это дистриц колумбия а есть штат вашингтон отдельно столица штата нью-йорк албани странно ну ладно пусть будет у меня но в америке принято спасать столицы мы чтоб столица не являлись самые большие города надо на территории какими планетами планета земля между марсом и юпитера неправильно ну да там не юпитера как какая-то венера марс земля 4 земля 3 4 ближайшая звезда к сложности не знаю хорошо хорошо неплохо вот вот и вопрос не на эрудиция на интеллект знаешь чем отличается эрудиция от интеллекта ну вопрос такой ну ладно вопрос такой системные единицы измерения веса в системе 7 системы измерения веса это предвопрос а вопрос на интеллект будет падать следующий это просто чтобы есть у тебя знание чтобы думать над этим вопросом или нет на системные единицы измерения вот системные единицы измерения времени секунды в системе си а изменение веса какая скорее всего может быть граммы нет нет ньютон граммы это единица массы посложнее вопрос нет но это я в это предвопросы я понимаю что разницу между массой и весом если понимаешь я знаю что есть разница но хорошо чему равна чему равен вес тела погруженного в жидкость точнее плаваю не погруженного который находится на поверхности но опущенного в жидкость веселый вес тела без жидкости минус минус вес той части которая погружена то есть ниже уровня жидкости неправильно ну а каков правильный ответ правильный ответ равен весу вытесненной воды но это то же самое вес веса веса воды который как а чему равен объем тела погруженного в жидкость объем тела объем тела не меняется он погружен тела не меняется но когда вы погружаю жидкость чему он равен относительно жидкости он равен своему объема который имел до погружения он чему-то равен относительно жидкости которую он и дальше продолжаем он равен объема вытесненной жидкости отлично но это это вот это это уже а чему а чем определяется цвет окружающих нас предметов световым световым спектром ну световым спектром ну каким физическое свойство тела за которым излучается цвет у него преобразуется определенный цвет почему этот цвет именно такого спектра длиной волны у каждого цвета свой диапазон длины волны понятно почему у фиолетового самый маленький раз на самый большой а частота наоборот неправильно почему у вас футболка красный потому что футболка красный потому что фотоны так сказать и световое излучение находится в диапазоне красного цвета неправильный ответ еще раз повторяю вопрос чем определяется цвет окружающих нас предметов непрозрачных уже поясняю непрозрачных ну я же пояснил он определяется диапазоном длин вон или частот которые характеризует данный цвет вот там таких-то мегагерц чуть-чуть неправильно он определяется способностью данного материала отражать определенный спектр цвета отражать это уже да да а чем определяется цвет например прозрачных тел прозрачных тел прозрачных тел да прозрачные тела не имеют цвета имеют например крапочку стекло красное а ну это то же самое значит там наоборот там наоборот способна другая способность но такая же способность но противоположная способность данного материала пропускать определенный спектр цвет но понятно формула тяжелая там отражает а тут пропускать ладно форму формула тяжелой воды а тяжелая вода что такое тяжелая вода диетерий 2 о там просто присутствует другой изотоп водорода не аж а диетерий он имеет свое название скорость ускорения свободного падения просто ускорение свободного падения скорость скорость ускорения свободного падения это производная от ускорения то есть третья производная от пути а ускорение это вторая производная а сила цифра есть а Если ускорение метра на секунду в квадрате Да, метра на секунду в квадрате Это ускорение А скорость ускорения это следующее производное Нет, скорость ускорения свободного падения Фиксирована цифра Ты еще не знаешь серьезно Ты такой умный, а сидишь 9,8 А чего? Метра на секунду в квадрате Это просто ускорение свободного падения А не скорость ускорения А что означает 9,8 метров в секунду за секунду что это означает? это означает, что тело летится с таким ускорением, когда свободное падение идет скорость ускорения неправильный термин скорость ускорения это следующая производная, просто ускорение свободного падения это вторая производная от пути, а скорость ускорения это третья производная а что означает 9,8 метров секунду за секунду я же ответил ускорение с каким движется свободно падающее тело за счет гравитации то есть через секунду какая будет скорость если например 0 была на начальной стадии 9,8 метров в секунду а через 2 секунды будет соответственно 19,6 ну молодец 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 ну ладно все четко есть вопросы что там Канада какие вопросы по текущей ситуации война и мир политика сейчас любят политику ну любят ну ты и из-за чего все и к чему все любит я обычно с интеллектуальными людьми беседовал так что вы с тобой беседовали давайте я могу сказать свое мнение по поводу первопричин что является первопричиной данной войны первопричина данной войны является то что российские большевики и ленин и троцкий заключили брестский мир 3 марта 1918 года по которым они отдали исходно русской территории унр донбасса Харьков по текущему по 45 году относительно 45 а что потому что потому что то что было до 45 оно не существует а что в 45-м в 45-м году создана международное право ну 1900-е имеется ну создано ООН международное право и было до него и никто не отменял договора которые были до ООН создано ООН или там в 46-м тогда уж говорят там 54-й была реперная точка а если 45-й когда особенно укрпатриоты говорят о 45-м я говорю вам нужно бежать от упоминания 45-го года когда устанавливался современный мир и порядок как черт от ладана поскольку потому что их не существует нет поскольку в 45-м нет они как раз к сожалению Сталин внес их в ООН в Украину так он внес их в союзную Россию территорию но дело в том что они сейчас не выполняют это дело в том что с 45-го по 54-й год Крым был в составе РССР и только в 54-м году он был передан Украине ну это не союзное государство это не имеет значения ну да да а кстати кто а за чего война то идёт сейчас я же ответил первопричина а сейчас идёт какая-то ты куда-то ушёл за 45-го а после 45-го нужно рассуждать а ну нет ну это если вот твои условия идёт за мировую гегемонию останется ли штаты единственным гегемоном или будет двухполярный мир вот за что идёт ну а исторически как это называется процесс? ну исторически называется борьба за мировую гегемонию так и называется то есть Россия ты хочешь сказать сейчас борется за мировую гегемонию что? нет она борется за биполярный мир ну Россия официально это заявляет но это уже ближе а в чём заключается биполярность мира? ну в том что существует не одна сверхдержава так было допустим при СССР было две сверхдержавы военные а в чём смысл сверхдержавы? ну в том что она контролирует значительную часть мира одна другая другую а ты не считаешь что Россия не собирается вести за биполярный мир она хочет освободиться просто всё? от кого освободиться? ааа даже так да? то есть не от кого освобождаться да? ну а доллара что ли? ну Россия на этом пути сейчас по-моему может и не очень быстро но как бы освобождается хотя в принципе да тут и а что значит освобождение от доллара? ну переход на иные валюты как бы в расчетах на иные какие? например на рубль? ну на рубль это ещё рано говорить ну на юань например а зачем на юань переходить если мы ведём национальную освободительную борьбу? зачем нам переходить на юань если мы хотим создать суверенное государство? ну ну слово нам конечно оригинально у вас же Тенге из Казахстана как Казахстан такая же ситуация один в один ну потому что просто он не способен вести национальную освободительную борьбу ну я понимаю да но это уже довольно философский вопрос как вот по твоему более приземлённый вопрос чем закончится этот конфликт раз уж что начал про войну? ликвидация американской перик мы так хотим и создание российского суверенного государства собственной эмиссии без доллара резервируем нет но касательно Украины в каких границах останется Украина в итоге? ну там как силы покажут ну твой прогноз или желание или прогноз? я по Жириновскому вот Жириновский вообще мощный прорисатель по Днепру абсолютно абсолютно к сожалению но согласно международному праву должно быть по Львовской области ну я бы не сказал к сожалению и я думаю что Путин не остановится он пойдёт по Львовской области к сожалению для всех и для нас тоже потому что и для России потому что это будет тяжёлый процесс очень тяжёлый ну для вас в том что у вас есть опасность потерять там северные области которые вам отписали при Хрущёве полностью нет зачем если будут соблюдаться Казахстаном международные обязательства союзнические ну я согласен международному праву то никакой потери не будет это просто будет союзник причём нормальный союзник России я согласен как и вся Средняя Азия они же прекрасно знают что они они просто превратятся в сектор газа если Россию ликвидируют а то что по Днепру я считаю это очень удачный вариант поскольку он даже обоюд опять таки согласно международному праву должно быть по Львовской области к сожалению для нас и для Украины я понял ну фактически будет весьма удачно и если будет по Днепру поскольку это ну это будет локально понимаешь после Путина придётся всё равно следующему человеку русский город Львов освобождать от Американской оккупации ну понятно я сам из Харькова если что и вот для меня будет достаточно если Харьков освободят от 103 летней украинской оккупации ну будут обстреливать с Львова только в Харькове ну понятно ну это чё когда будет перемирие уже никто не будет обстреливать что это будут обстреливать после перемирия ну перемирие на основании чего ну на основании договора который значит будет ты хочешь пересмотреть международного права 1945 года это мировая война будет мировая война тогда а согласно последней мировой войне по Львовской области должно проходить Ну, я мыс понял, я мыс понял. Я просто говорю, мировая война – это совсем необязательные условия для этого. Ну, хорошо, ладно, мы уже по кругу пошли. Приятно было побеседовать, давай, всех. Как сами нельзя норово сдавать, профессор тобой не доволен. В принципе, вы можете вопросы задавать, а так я разговариваю в зависимости от геолокации и интеллектуального уровня собеседника. У вас какое образование здесь? У меня образование среднее, я зашел сюда послушать остальных, вопросов у меня нет. Ну, только если послушать, какие-то вопросы надо задать, тогда и слушать. Вы откуда? Я в Украине. Да это ни о чем ответ. Город важен, город какой-то. Город Чернигов. Ну, другое дело. Ну, ладно, есть ко мне вопросы? Тогда будьте слушать. Нет, друг. Ну, ладно, have a good day, всех благ. Что он значит? Твой тиктоковцы, что ли? Без тиктока? Без тиктока? Нет, я с ютуба. Что, не понял? В Дмитрии буду-то. Торонто. А вы из Днепра, да? Нет, Донецкая область. Донецкая? Какой город? Покровск. Покровск? Балат. Ну, окей. Ну, окей. Тома и тема вряд ли будет беседовать. Не, ну, смотря, что у вас за тема. Я, тема и научная тема. Например, ингибирование в гомогенных средах посредством бихроматов. Ого, ого, ё-моё. Так что давай, если есть вопросы, задавай, повезти нам на твои темы. А вы химик? Да. Или биолог? Химик, да? Да, соображаешь, что это химия или биология, ингибирование. Молодец. Или фармацевтика. Не, ну, фармацевтика это уже аптека, там уже аптечное дело. А что такое ингибирование, знаешь, просто? Ингибирование? Да. И какой антоним к слову ингибитор существует? Известное слово. Если я не ошибаюсь, то все связано с биологией, правильно? Ну, не только. И химия, и фармацевтика. Ну. Противоположное слово, слово, слово ингибитор, катализатор. Так, чтоб тебе это самое. А ингибирование это снижение константы скорости химической реакции с точки зрения химии. Или биологического процесса с точки зрения биологии. Или синтеза того или иного фермента с точки зрения фармацевтики. Понял теперь? Ну, опять у тебя звук пропал. Ну, ладно, осваивайся. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? 17 гривен килограмм оказалось. Ну, и что из этого? Ну, как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм это не очень дорого. И вообще во всем мире яйца меряются в килограммах, а не в штуках. Вы что, издеваетесь что ли? Он айца в килограммах измеряет. Вы что издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. Ну, и все равно. Разные, разные. И цена разная. У белкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. А если взять их в килограмме, это взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Толково придумано. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный жопа. Наверное зря жалел Деникин хамов. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов. Минократия помойки. Диктует моду на мораль. Мне наклевать, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. В Воронеж передали. В 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Ливска область где была? В Австро-Венгрии. Опа. Так это не было еще? Ну еще. В соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Русские группы сделаны украинским угрозом. И по конституции. Еще раз заявляю. Власть в Кольковской области четвертая и сильная. Но не позволят никому. Учить нас жизнь. Я благодарю вас. В Кольковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только в Кольковской. Будет только в Кольковской области. Но ты мне улица родная. И в небогоду дорога. В Кольковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой, 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 ни Гв Продолжение следует...